Накануне в России был единый день голосования. В 83 регионах прошли выборы разного уровня. В этом году впервые голосование шло три дня, чтобы защитить избирателей от вероятности заразиться коронавирусом. 11 и 12 сентября были дополнительными днями, а 13-го – основной. В Карачаево-Черкесии достаточно активно проходило голосование по выборам депутатов представительных органов местного самоуправления. Избирательные кампании проходили по мажоритарной и смешанной системам в Карачаевске и в 47 городских и сельских поселениях. Всего 361 депутатский мандат, а зарегистрировано было 695 кандидатов. Отдать свой голос, соблюдая все санитарно-эпидемиологические нормы, пришли жители аула Верхняя Мара. Они приняли активное участие в выборах депутатов Совета сельского поселения. О том, как прошел процесс голосования, расскажет Алихан Лепшоков. С самого раннего утра здесь, на избирательном участке, жители аула Верхняя Мара принимают активное участие в выборах депутатов Совета сельского поселения. Как мы видим, соблюдены санитарно-эпидемиологические нормы, чтобы жители аула могли проголосовать спокойно и безопасно. Для нас выборы являются важным событием, ведь они могут повлиять на развитие нашего населенного пункта, отмечают жители аула. Несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса, перед тем, как зайти на избирательный участок, обязательно измеряют температуру, проводится дезинфекция рук и выдаются медицинские маски. У нас очень активно идет голосование. На данный момент проголосовало уже около 450 человек. Есть голосующие на дому, более 50 человек. Все условия соблюдены, у нас санитарные условия соблюдаются. Маски, перчатки, разовые ручки голосующие. Всего представлено по два кандидата в депутаты на 10 округов аула Верхняя Мара. Избиратели уверены, что каждый из жителей обязан выразить свою гражданскую позицию, проголосовав за того или иного кандидата. Сегодня проходит выбор местного самоуправления, где мы отбираем депутатов из жителей нашего села, который будет решать проблемы именно нашего села, потому что у сельских жителей насущных проблем огромное количество. Это и связано с сельским хозяйством, и водоснабжением, и транспортной развязкой. Я очень доволен соблюдением вот этого порядка на сегодняшний день. То, что проводится выбор во всех поселениях, во всех муниципалитетах, на сегодняшний день это очень важно, имеет очень важное значение. А насчет нашего аула могу сказать, что я хочу начать с главы нашего поселения. Я очень доволен ее, потому что вот вы сами видите, какая тут организация, все предусмотрено, все как положено. В свою очередь общественные наблюдатели заверили, что за время голосования на данном избирательном участке не было выявлено ни одного нарушения, что показывает качество организации самого процесса выборов. Явка была высокая, и после полудня жители активно шли на участки, чтобы проголосовать. А тем, кто по состоянию здоровья не могут прийти на выборы, у них была возможность выполнить свой гражданский долг, не выходя из дома. Альхан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков, Весикарачаево, Черкесия, Карачаевский район.